Продолжение следует... Я один из директоров нашей большой команды, нашего большого проекта «Экспресс-карьера». Кстати, давайте проверим звук и изображение. Видно или слышно меня? Напишите. Все видно. Хорошо, Маша, видно, спасибо. Не знаю, где здесь чат, кстати говоря. Первый раз провожу вот такую трансляцию в Телеграм. Там, кстати, наверное, будет очень удобно. Первый мой такой опыт. Ну, давайте уже начнем. Остальные, кто не присоединился, посмотрят записи. Итак, я в компании с 2015 года. Сейчас нахожусь в звании закрытого директора. Уже с 2019... Что, Полина? С 2019 года я открыла предпринимательство и получаю денежки на расчетный счет. Сегодня я не буду рассказывать о себе. Для этого есть другие вебинары. О том, как я росла и... Ну, в общем, о стиле жизни. Сегодня мы поговорим о компании. Именно о компании. О фактах гордости компании. Потому что в основном, кто приходит к нам в проект, работает с компанией, в большинстве людей не знают таких фактов о компании, которые есть. И сегодня я хочу вам представить часть из них, потому что их на самом деле очень много. Начну, наверное, с истории. Так, что-то у меня тут изменилось. Переключать слайды как-то надо. А, вот так, да? Вот, переключилась. Начнем с истории, да? Вообще, у нас в чате сейчас только Маша, поэтому вопросы задавать, наверное, не буду, да? Там уже кто будет смотреть записи, это будет неактуально. Расскажу просто, да, что такое Арифлейм. Само название компании Арифлейм. Оно переводится как «золотое пламя». То есть, если вы произносите словосочетание, так скажем, Арифлейм, это означает «золотое пламя». Ну, это можно почитать в Википедии. Давно об этом узнала. Очень такой интересный факт. И компания, на самом деле, не похожа на других. История ее началась в далеком 1967 году в маленьком офисе в центре Стокгольма. Основатели ее два брата, Йонас и Робертов Йокник. И плюс еще с ними был их друг. Они решили основать компанию, которая предлагала бы людям получать доход, продавая высококачественные продукты с натуральными шведскими ингредиентами. И на тот момент для Швеции это была довольно-таки необычная идея. С нее и началась потрясающая история роста и развития компании нашей длиной более чем 50 лет. В следующем году компания исполняется 55 лет. Мне кажется, у меня какое-то темное изображение. Ну, да ладно. Ну, и сейчас продукцию компании можно купить в 60 странах или даже уже больше. Но в среднем это 60 стран. И с компанией сотрудничает около 3 миллионов партнеров бренда. То есть таких, как я, таких, как все остальные партнеры, которые в нашем чате находятся. Представляете, 3 миллиона. Так что говорить, что компания Reflame не актуальна, 50 с лишним лет она была актуальна. И еще на 50 лет у компании выстроены планы на дальнейшее развитие, на дальнейшее процветание. В том же 67 году, когда все начиналось, первая продуктовая линейка состояла из кремов для кожи, помады и тушь для ресниц. Все средства были созданы на основе экстрактов шведских растений, то есть из местных ингредиентов. Да, основатели компании также настояли на том, чтобы не проводить испытания никаких, каких-либо продуктов на животных. И по сей день компания не тестирует свою продукцию на животных, а только на добровольцах, на людях. На тот момент это была новаторская идея, не использовать, не испытывать на животных, но вот компания была одна из первых. Чем тоже можно гордиться. Так, что-то тут у меня. Все продолжается, надеюсь. Мой первый такой опыт в Telegram. Дальше в истории компании в 70-м году, вместо того, чтобы продавать, вообще изначально продукция продавалась, ее носили в сумках, на домашних вечеринках. То есть женщины ходили с продукцией и презентовали ее, так скажем, своим знакомым окружению на вечеринках. И компания решила попробовать новые методы, сфокусировались на личных встречах и продажах через каталог непосредственно. Вот в августе 70-го года появился первый каталог Reflame, и тираж составил тысячи экземпляров. Изначально наш продукт Tender Care, запуск которого был в 70-м году, был известен только как крем для глаз, затем стал широко популярен благодаря тому фантастическому, успокаивающему и увлажняющему воздействию на кожу, на сухую кожу. И сейчас этот наш бестселлер продано уже более 40 миллионов маночек за всю историю существования компании. Дальше на пути своего развития в 1982 году компания совершила еще один важный шаг. Она вышла на лондонскую биржу, и это было первое появление там иностранной компании со времен Второй мировой войны. И это такое достаточно тоже значимое событие, потому что быть на бирже – это говорит о том, что компания устойчиво стоит на ногах, и она может продавать свои акции. Далее, в 1997 году уже выходит в онлайн Арифлейн, запустила свою первую интернет-страницу, то есть они создали свой сайт, и с того момента потихонечку компания начала входить в интернет. Но это уже потом, намного-намного позже, начали мы работать через интернет непосредственно по приглашению новых партнеров. А изначально это было просто как показ каталога, можно сказать, вот такая, не работали. Работали традиционными методами, приглашали людей вживую. Так, надеюсь, видно. Не знаю, переключаюсь правильно, переключаюсь. Может быть, мне не надо прыгать на телеграмму, просто презентацию. Ну ладно, посмотрим. Дальше, в 1999 году компания основала вместе с королевой Швеции Сильвий фонд, который помогает детям по всему миру. И сейчас на данный момент Арифлейн сотрудничает с одной из крупнейших международных неправительственных социальных организаций помощи детям-сиротам, которая называется СОС «Детские деревни». То есть в благотворительности компания принимает достаточно активное участие. Также об этом мало кто знает. Хочу сказать вам, что в 2008 году появился научно-исследовательский центр мирового уровня. Компания открыла усовершенствованный научно-исследовательский центр, где находится лаборатория для клинических исследований. своей продукции. Она называется Оридерм. В ней проводятся исследования с участием добровольцев, как я уже говорила. Они тестируются на животных. И в то же время получается более точный результат. Потому что мы, люди и животные, это немножко разные, разные, так скажем, существа. В 2009 году исследование кожи мирового уровня. Компания открыла Стокгольм научно-исследовательский центр, свой второй, да, уже. Институт, который разрабатывает уникальные технологии в области ухода за кожей. И, кстати говоря, вот в этих двух институтах исследования кожи работает более ста ученых. В 2015 году появилась у нас линейка Novage. Компания запустила новую линейку по уходу за кожей. Это одно из достоинств нашей компании. В эту линейку входит инновационная запатентованная технология Asparta Leaf, которая возвращает коже эластичность. То есть вот именно этот комплекс он направлен на борьбу с неровным рельефом, контуром лица, точнее. То есть возвращает нашей коже эффективность, кожа эластичность и ее эффективность доказана клиническими испытаниями опять же на добровольцах. Лично я сама пользовалась и сейчас пользуюсь этой линейкой. Не взяла ее вам показать. Уже беру третий раз. Очень мне нравится именно эта линейка. Пробовала еще 30+, коллаген. Но вот это мне нравится больше. Так что пробуйте. У нас есть пробники. Если вы сомневаетесь, подойдет вам или нет, всегда можно попробовать пробники, которые также есть в комплексе. То есть комплекс пробников. Весь уход, да, вся линейка. Это очень удобно. Хочется переключиться мне прямо в Телеграм по слайдам. Я надеюсь, Телеграм до этого дойдет. Когда-нибудь. Так. Идем дальше. В 2017 году компания исполнилась 50 лет и было празднование юбилея. Наши партнеры ездили отдыхать на, по-моему, золотую конференцию, если не ошибаюсь, на двух лайнерах. Было 6 тысяч человек. Но дальше я об этом расскажу. Вот. Это слово о том, что компания уже давным-давно успешно развивается, стоит крепко на ногах. В 60 странах, да, мира, с которыми мы с вами также можем сотрудничать, потому что, ну, по сути, наша работа, она не ограничена Россией. Мы можем работать в любой стране, какой пожелаем, если мы, конечно, знаем язык. Ну, без знания языка, конечно, тоже сейчас можно, потому что есть переводчики, но это достаточно проблемно, на мой взгляд. Хотя нет, ничего невозможного. Так. И хочу также отметить, что компания Reclame занимает третье место по продажам после, в России имеется в виду, да, после РЖД и Аэрохлота. Вот компания стоит на третьей ступеньке. Это тоже достаточно такой весомый факт в пользу компании. И то, что мы выбрали ее, это говорит о том, что мы сделали правильный выбор. Также хочу вам представить нашего генерального директора и президента компании Reclame Магнуса Брэнстрома. И он назначен председателем Всемирной Федерации Ассоциации Прямых Продаж на три года, начиная с октября 2017 года. Кстати, ну, 17-й, да, уже три года прошло, но, насколько я знаю, он продолжает быть на этом посту. Хотя, может быть, информация изменилась, но, по крайней мере, я не слышала ничего. Но... Вот, это тоже такой интересный факт, да, что есть... есть... Ну, вот представьте, что есть много компаний сетевого маркетинга, таких, как мы, да, есть Avon, что там еще, Amway, ну, в общем, все-все-все компании, которые занимаются прямыми продажами, и вот наш генеральный директор, он возглавляет ассоциацию вот этих всех компаний. Это тоже достаточно такой большой плюс и факт гордости нашей компании. Так. В год 45-летия компания Reflame братья Афьёкнг получили медаль Королевского Патриотического Общества Швеции. Вручаю награду министра инфраструктуры Катарина, в общем, фамилию не буду произносить, чтобы не исковеркать, отметила их вклад в развитие бизнеса Швеции, что тоже достаточно такой почетный факт, значимое событие. Получить награду от королевских представителей Королевства Швеции. Ну, это то же самое, что президент в нашей стране вручил бы какой-то награду. здесь это было со стороны Королевы, потому что там другой вид правления. Так, идем далее. Вот мы уже переходим к самому такому интересному. Это путешествия. Путешественная компания нас балует. До четырех раз в году мы можем путешествовать с компанией, в зависимости от того, на каком уровне находимся. Если вы золотой директор, то два раза вы можете путешествовать. Итак, золотая конференция в 2013 году состоялась в Париже. и компания в номинации события года победила и получила бронзовую награду в этом мероприятии, то есть бронза на фестивале European Best Event Award как лучшее мероприятие Европы в категории лучшая конференция. Победа в номинации лучшей конференции на церемонии событий года. И в следующем году в 2014 был лайнер мечты. Опять же лайнер, да, здесь уже было золото, то есть давайте продолжим, там уже разберемся по ходу. Золотая конференция в 2014 году получила золото на этом же фестивале уже в следующем году. победа в номинации лучшей мотивационной мероприятии на церемонии события года. Было получено компанией. В 2015 году тоже опять же на конференции, на золотой конференции в Валенсии компания получила серебро. Дальше на ежегодной национальной премии события года мега золотая конференция в 2016 году получила первую премию на нации лучшей конференции. то есть, хочу сказать о том, что всегда все мероприятия, которые вы будете посещать, они стоят того, чтобы на них быть, потому что это в этой области одни из лучших мероприятий и они занимают постоянно призовые места с ябро, с золота и другие. То есть, кто-то организует мероприятие и ничего и вообще не участвует в таких номинациях, а здесь компания получает такие высокие награды. Так что стремимся и начинаем, продолжаем путешествовать с компанией. Это очень круто. Дальше были, вообще уже было очень много стран посещено партнерами компании. В 2016 году мегазолотая конференция на Кипре и в Сочи была. Дальше когда было 50-летие в 2017 году была глобальная золотая конференция, где компания собрала на двух лайнерах 6 тысяч участников, 6 тысяч людей, которые квалифицировались на это мероприятие. На одном из лайнеров были Россия и страны СНГ и на втором лайнере были другие страны, то есть Азия и другие. Африка. Переключила я слайд? Да, переключила. Менеджерская конференция стран СНГ в Анталии в 2019 году также получила награду. То есть видите, каждый год практически компания получает награды за свои мероприятия и нужно стремиться, чтобы на них попасть. Не потому, что это круто само по себе, потому, что это расширяет в первую очередь наши границы и мы начинаем по-другому мыслить, мы начинаем шире смотреть на мир и это дает нам новые возможности, новые, как сказать, новые цели для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы зарабатывать больше и позволять себе больше. Ну, потому, что на самом деле это круто и просто так вот словами не передать нужно на этом быть, в этом нужно принимать активное участие. Ежегодные золотые, бриллиантовые исполнительные конференции являются одной из самых мотивирующих составляющих плана успеха компании. Благодаря им наши лидеры несколько раз обогнули земной шар, побывав на всех континентах, кроме Антарктиды. Вот такие интересные факты касаемо путешествий. очень много компаний фактов гордости касаемо продукции также. Сейчас вам тоже расскажу. Их на самом деле очень много. Все я не стала загружать презентацию, но о некоторых расскажу, конечно. Линейка Optimus, которая сейчас и по сей день с основания компании, не с основания, с того момента, когда она была запущена в ассортимент по уходу за кожей. Это Optimus стала победительной премией Top Beauty Awards в 2013 году по результатам голосования пользователей на официальном сайте журнала Top Beauty. то есть это ну не какой-то там журнал Reflame где можно подумать что чисто пользователи компании Reflame написали там свои отзывы. Нет, это было независимое голосование абсолютно не касающегося компании журнала. Важно отметить, что компания премии продаж впервые стали номинантами этой премии наряду с розничными компаниями. То есть есть розничные магазины они туда номинировались и здесь наша компания была впервые. Reflame получила также премию товар года в 2014 году в специальной номинации за высокое качество в категории декоративная косметика. Поэтому когда люди говорят что косметика или вообще вся продукция компании Reflame плохого качества здесь можно сказать только то что у человека недостаточно знаний в области того что продукция действительно достойна. Также аромат Possess получил одну из самых престижных парфюмерных наград. Этот парфюм был назван лучшим женским ароматом года в номинации стиль жизни еще одна премия Top Beauty Awards в 2014 году получила была отдана точнее крему Novage это легкий дневной крем против морщин Эколагент это первый продукт из линейки Novage который я пробовала и этот крем стал лучшим средством для антивозрастного ухода в категории масс-маркет кстати не загрузила забыла картиночку сюда то что компания точнее не компания а вот линейка Novage она также номинировалась на участвовала в конкурсе где были представлены крема Dior Lancome и какой-то еще и в общем Novage заняли второе место по качеству в соотношении цены и качества точнее нет не по соотношению цены и качества а наоборот по своим качественным преимуществам первый был я сейчас могу ошибиться в названии то ли L'Oreal то ли Dior по-моему Dior на первом месте был наш Novage 40+, который был лифтинг-эффект которым я сейчас используюсь он встал на второе место и там была разница в цене такая глобальная Dior стоил 10 с лишним тысяч рублей баночка и Novage стоил около 2000 на тот момент это был не помню там 15-й год по-моему что ли так что продукция действительно классная ей можно гордиться ну и конечно же наши любимые коктейли это премия здоровое питание было получено в номинации лучшей компании производитель категории витамины и БАДы многие вообще придя в компанию не знают что здесь есть продукция для здорового питания такая как коктейли протеиновые витамины различные и с каждым годом эта линейка расширяется потому что невозможно быть красивой снаружи когда у тебя внутри не все в порядке поэтому красоту нужно поддерживать прежде всего изнутри а вообще все должно быть в комплексе все должно быть сбалансировано также наш мужской парфюм экзиспорст занял получил премию FIFI Russian прогресса awards в двух номинациях стиль жизни мужчины и лучшая рекламная концепция в двух номинациях получил вот такую премию кстати ни разу вот такой не пробовали надо было взять потому что пробовали голубой почему-то ну по-моему голубой тоже получил какую-то награду которую представлял Дима Билан так я вроде бы еще не слетела продолжаем запись еще раз о линейке Wellness да премия здорового питания в двух номинациях категории витамины и БАДы и лучшие социальный проект года по здоровому питанию поэтому если вы хотите заняться своим здоровьем начните с линейки Wellness премия товар года в 2016 году в номинации эффективные средства по уходу за лицом получил бренд Novage вот как раз таки тот самый бренд Novage конкретно 40 плюс с лифтинг эффектом где запатентована формула аспертолив вообще очень много тут о продукции так быстренько пробежимся я думаю что вы уже поняли что продукция достойна просто нам нужно начать ее пробовать на себе награды различные и декоративные косметики и парфюмерии и как вы видите и в БАДах в общем очень-очень много наград и также и средства по уходу за волосами у нас получали премии ну вот вы видите на картинках да это наш кстати говоря сейчас который крем это подарок для новичков он тоже получил награду лучшие средства для очищения тела это это что у нас это скраб наверное либо скраб либо крем для тела который сейчас идет в подарок для новичков вам спонсор расскажет да вы можете сейчас получить в подарок за выполненные условия шампунь ХРХ достойный что-то у нас еще декоративная косметика туши помады парфюм опять же тушь которая с не помню как она называется но вот на картинке вы видите такая розовая розовый тюбик или как это назвать лакончик поэтому за качество продукции абсолютно не стыдно абсолютно не стыдно показывать каталог и делиться со своим окружением теми фактами которые можете найти и на сайте и где угодно в интернете но можете спросить у спонсора если вам нужно будет рассказать о каком-то продукте хотя в чатах продукции у нас тоже достаточно информации в общем Reflame стала первой компанией которая выпустила серию продуктов по уходу за лицом с экстрактом стволовых клеток растений это линейка на VH30 плюс экологен то есть до компании Reflame стволовые клетки растений не применялись в области косметологии в уходе за лицом тоже такой достаточно весомый факт ученые и разработчики компании Reflame тестируют продукты тремя способами это дерматологический контроль массовые потребительские и клинические тесты для подтверждения эффективности продуктов то есть ежегодно компания проводит более 150 клинических и потребительских исследований с участием 7000 добровольцев представляете какие это масштабы и какая-то колоссальная работа и еще раз наверное не устану никогда говорить о Novage потому что действительно очень эффективная продукция ученые института исследования кожи Reflame разработали технологию AspartaLift она используется в продуктах серии Novage Ultimate Lift Ultimate Lift и помогает клеткам более эффективно производить коллаген и эластан то есть здесь вот эта линейка она работает на то чтобы наша кожа сама производила коллаген и эластан и тем самым улучшается состояние и тонус кожи так также одним из фактов хочется отметить что 100% производственных отходов не отправляются на свалки и подавляющее большинство идет на переработку то есть компания не отправляет отходы производства на свалки а перерабатывает их дает им вторую жизнь но и тем самым не загрязняет нашу планету что касается производства производство 100% климатически нейтральное компания есть сейчас на данный момент 4 завода с 2010 года мы снизили компания снизила выбросы углекислого газа на 48% оставшиеся 52 компания компенсирует восстановлением лесов и другими проектами по сохранению природы в странах присутствие Reflame благодаря этой инициативе компания защитила от вырубки 6 миллионов деревьев начиная с 2020 года все глобальные и региональные конференции будут проводиться в соответствии с сертификацией климатически нейтральных мероприятий вот вот такие вот интересные факты хочется также сказать что переключусь чтобы мне видеть что идет запись что у компании 100% возобновляемые источники энергии на производстве это тоже тоже очень очень важно и компания сдает все избыточные каталоги на переработку то есть каталоги которые остались они перерабатываются а из старых коробок делаются новые коробки те коробки в которых мы получаем с вами продукцию 6% коробок используются в доставке повторно остальные сдаются на переработку и в скором будущем компания заменит все картонные коробки на пластиковый контейнер который можно повторно использовать для доставки десятки лет таким образом компания уйдет от использования картона и сохранит много деревьев даже я не все факты знала у меня тут еще приличное количество слайдов попытаюсь как-то ускориться и дальше идем интересный такой факт что компания снижает свое влияние на окружающую среду заменяя большую часть печатной продукции мобильными приложениями и использует возобновляемые светочки энергии ну то есть каталоги да они все-таки еще пользуются популярностью я думаю что еще долгое время будет пользоваться популярностью потому что намного приятнее людям держать каталог нежели использовать приложение но тем не менее вот я лично не пользуюсь каталогом я пользуюсь именно онлайн онлайн каталогом вот организация альянса защиты тропических лесов разработала анкеты для поставщиков бумаги для компании Reflame используемой в упаковке продукции листовок каталогов так компания может убедиться что бумага из достаточно сертифицированных источников или из переработанных материалов которые соответствуют кремованию лесного попечительского совета ну в общем здесь хочется сказать не буду дальше дочитывать да что компания уделяет такое важное значение сохранению нашей планеты и тому чтобы беречь ресурсы компания помогает сохранить и восстанавливать леса в 2014 году она получила награду тропического альянса за верность принципом устойчивого развития и заботу об окружающей среде вот так так вот тоже достаточно приятно также сократились объемы воды используемые на производстве на 21% 2015 года сырье проходит внутреннюю проверку на этичность экологичность абсолютно все сырье в компании вообще достаточно такие строгие стандарты на производстве компании и тот же стандарт GMP который присвоен всей продукции Wellness это тоже говорит о ее высоком качестве о высоком качестве продукции Wellness стандарты GMP дают далеко далеко не всем компаниям и в нашей стране очень мало компаний которые имеют этот сертификат GMP поэтому приобретая продукцию Wellness вы можете быть спокойны за свое здоровье и за здоровье своих детей используя переработанный пластик компания избавилась от производства 188 тонн первичного произведенного из нефтепродуктов так Reflame первая в мире крупная космическая компания которая добилась 100% сертифицированного безвредного производства пальмового масла для создания своих продуктов то есть наше пальмовое масло которое используется в производстве продуктов оно 100% безвредное потому что насколько вы знаете если знаете да то пальмовое масло может быть разным оно может быть качественным может быть оно вообще непригодным ни для чего непригодным для использования для человека но вот наше оно 100% безвредное дальше интересный факт что компания использует только натуральные экстракты из скраба с натуральными частицами никакого микропластика только натуральные экстракты и плюс используется 100% натуральный спирт парфюмерной продукции это более экологичная альтернатива синтетическому спирту тоже такой наверное немаловажный факт компания используется больше переработанного пластика в упаковках в 2020 году в прошлом году таких упаковок стало 20% от общего количества в наших линейках более того все упаковки мыла и других мыла для рук Essence & Co состоят из переработанного пластика на 30% мыла Essence & Co я не поставила на картинку но это то премиальная баночка здесь тоже нет под рукой к сожалению материал салфеток тканевых масок и спонжей в том числе биоразлагаемый еще хочется сказать про омегу отдельно такой важный продукт в нашем рационе производство продуктов компания использует омегу-3 из одобренных организаций сертификации рыболовных хозяйств на соответствие принципам устойчивого развития и продвигающей продукцию таких хозяйств вот в 2020 году также продукция аксессуары платки и шарфы будут на 40% точнее уже на 40% состоят из переработанного пластика подкладки в сумках на 100% состоят из него таким образом компания будет перерабатывать 6 миллионов пластиковых бутылок в год ну у меня честно говоря в голове не вкладывается что это все можно делать из пластиковых бутылок но тем не менее это факт и это факт того что это безопасно для нас так уже заканчиваются слайды тут еще немного о продукции да компания стремится предоставлять больше возможностей для повторного использования продуктов чтобы не производить новые например палетка за вам многоразового использования ее можно добавить новые оттенки и создавать свои палетки то есть вы приобрели вот такую палетку они есть разные большие есть на две на две штучки теней да и вставлять туда те оттенки которые вам нужны продукция возвращенная из-за брака упаковки переупаковывается и высылается факторно шести процента с шести процентов в 2014 году процент возврата снизился до одного процента в 2018 году вообще достаточно редкое такое явление как возвраты чаще это бывает по каким-то техническим причинам переключились сертификаты за экологичность также компания имеет то есть она получила три сертификата за экологичность экологический менеджмент зеленая сертификация зданий за прохождение аудита социальной ответственности то есть организации выдавшие сертификаты можно увидеть в верхней части слайда вот здесь три такие значка ну и название на картинке снизу еще один такой интересный факт уже из из той области уже касаемо партнеров компании то есть многие из вас знают да кто-то не знает что топ один мира в сетевом маркетинге это семья Полежаевых Маргариты к сожалению уже нет живых давно несколько лет да и вот она выросла до самой вершины лестницы успеха успеха и королева Швеция Сильвия вручает благодарственный диплом лидеру номер один то есть это тоже такой достаточно серьезный факт и вот о фабриках хотела тоже вам рассказать в компании есть четыре собственных фабрики производства продукции они находятся в России в Польше в Китае и в Индии то есть было пять была еще одна фабрика в Швеции но ее закрыли так как там маленькая площадь и оказалось нерентабельно в той стране так скажем поэтому выбирают компания более такие крупные страны так туда немножко но нет у меня еще пять слайдов и заканчиваем поподробнее немножко расскажу Россия Ногинск одно из крупнейших производств которые выпускают всю мыльно-рыльную так скажем продукцию и помады и так далее фабрика имеет сертификацию GMP как я уже рассказывала в России это практически единственное производство имеющее подобный сертификат на фабрике в Ногинске также есть CASP это английская аббревиатура анализ рисков и критических контрольных точек обмечающих систему контроля над качеством пищевой продукции Польша в Варшаве выпускает средства для ухода за кожей за кожей это кремало-сенодекоративная косметика эта фабрика обеспечивает потребности всего европейского рынка в Китае в основном производство для внутреннего рынка Китая так как согласно законам Китая торговать Китая можно только тем что произведено в Китае к нам идут только аксессуары из Китая вот это для тех кто не знаком с данными фактами Индия также производит для нас продукцию и производится здесь потребности всего индийского и азиатского региона то есть для нас для России и страны Балтики Балтии не поступает оттуда продукция а только для индийско-азиатского региона уже выше говорила что у компании есть три лаборатории в которых компания разрабатывает и тестирует продукцию два центра исследований и разработки которые находятся в Дублине в Ирландии и в Стокгольме в Швеции центр исследований и разработки в Дублине и институт исследования кожи в Стокгольме лаборатория для клинических исследований Оридерм научно-исследовательский центр в Игелесе Игелеса не принадлежит компании Арифлейм она просто сотрудничает с нами Игелеса это родина нашего волос там он был разработан создан для изначально для послеоперационных больных а дальше уже абсолютно для всех потому что не только больным людям нужны здоровые продукты качественные но и здоровым в первую очередь часто задаются такие вопросы где производится тот или иной продукт Ифлейм и здесь можно ответить так что все производство продукции Ифлейм это Швеция потому что разработано это все в Швеции по тем технологиям которые там разрабатывались производственные лейгени компаний могут быть в разных странах помады России на Вэйдж помады Россия на Вэйдж это Польша супы коктейли производятся в Германии wellness pack производится в Великобритании батончики в Нидерландах и так далее то есть у компании есть много партнеров где производится продукция для компаний собственности компаний заводы в четырех странах уже говорила Россия Польша Китай это в собственности все остальные страны если вы видите на упаковке допустим Франция это уже партнеры компании из 150 заводов различных стран сотрудничают с фирмой Reflame компания также арендует линии по изготовлению продукции на заводах Европы это Франция Англия Германия Италия Бельгия и еще другие страны и они удовлетворяют международным стандартам качества и экология вот еще раз вам картинка где производится продукция Wellness Германия это коктейли и супы Wellness Pack детские витаминки внутри комплекс Великобритании батончики в Нидерландах и Омега детская жидкая в Великобритании также производится вот и самый такой главный факт гордости на мой взгляд это то что тысячи свободных здоровых красивых беспечных людей в 63 странах мира благодаря сотрудничеству с компанией Reflame стали такими то есть самый главный факт того что компания дает возможность зарабатывать теперь уже благодаря интернету они выходили из дома но раньше когда не было интернета принцип принцип компании не изменился суть работы не изменилась изменились только способы работы и благодаря результатам работы мы становимся как раз таки свободными здоровыми красивыми независимыми обеспеченными людьми и таких людей очень-очень много в 60 странах мира вот надеюсь вам было интересно если остались какие-то вопросы обязательно задавайте в чате на этом все моя мой вебинар сегодняшний закончен надеюсь все получилось всем пока-пока завершаю трансляцию сейчас буду проверять запись всем спасибо кто присутствовал всем кто пришел на обучение спасибо тебе спасибо Оля спасибо спасибо Продолжение следует...